Как реагирует на новости заключений соглашения по ядерной программе Тегерана иранской диаспора в Лондоне? Съемочная группа Euronews отправилась на High Street Kensington, где есть несколько иранских продуктовых магазинов, известных даже коренным британцам, которые приходят сюда покупать икро. Мнения об основавшихся в Лондоне выходцев из Ирана разделились. Все сейчас просто счастливы и надеюсь, что после этого наконец-то цены в стране упадут и люди смогут немного вздохнуть. А еще я надеюсь, что для иранцев теперь проще станет выезжать за границу и путешествовать. Я думаю, что все эти соглашения и переговоры – лишь политические игры. Ни слова не говорится теперь ни о правах человека, ни о положении в этой стране. Так что, по-моему, все это лишь пустые разговоры. Приехавший в Лондон иранский турист настроен оптимистично. У нас в Иране даже власти признают, что эти санкции буквально хребет переломили народу и в особенности среднему классу. Я надеюсь, что это соглашение принесет нам, наконец, облегчение, и наша страна станет процветать. В целом, иранская община Великобритании рада уже тому, что в самом Иране люди встретили заключение соглашения с энтузиазмом. Ядерная программа обернулась для Исламской республики Иран многолетними приговорами, месяцами ожесточенных торгов и многочисленными жесткими санкциями – финансовыми и экономическими. Сейчас, когда соглашение, наконец, достигнуто, жители Ирана и иранцы, живущие за рубежом, надеются на то, что экономическое давление снизится, и жизнь людей в этой стране станет немного лучше. Передают из Лондона корреспондент Евроньюз Али Харадбир.